Переустраивать трамвайные пути на перекрёстке Галактионовской и Красноармейской специалисты начнут ориентировочно с 1 февраля. Муниципальное предприятие ТТУ уже выдало технические условия для изменения линии в этой локации, а заказанные ранние материалы для работы подрядчика привезут в город уже к понедельнику, 30 января. Рельсы шпал придут в подрядчику для того, чтобы там радиус, для того, чтобы он начал под радиус их изгибать. Это займёт некоторое время, и в феврале переустройство путей приступит. Но трамвай перекрываться пока не будет, пока они переустроят временную сеть, которая будет дублировать, прокладываться рядом. Новые трамвайные пути проложат ближе к тротуару по улице Галактионовской. Как уточнил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, работать специалисты планируют до 12 февраля. На время переустройства дорогу перекрывать не намерены, так же, как и приостанавливать движение трамваев. Они по-прежнему будут курсировать по маршруту, сначала по старым рельсам, пока специалисты не соединят новое и уже существующее трамвайные полотна. Это будут делать ночью, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Переустройство линии – только один из этапов работ. Это нужно, чтобы закончить перенос и переподключение инженерных сетей. А также для того, чтобы в дальнейшем сохранить трамвайное сообщение после введения ограничений движения. Ведь на следующем этапе работ проезд на перекрёстке Красноармейской и Галактионовской всё же ограничат, но только для автотранспорта. Второй этап – просматриваем о закрытии перекрёстка и согласование всей графиков работы по закрытию полностью перекрёстка Красноармейской и Галактионовской до 1 сентября. Пока обсуждают только предварительный срок начала действия ограничительных мер. Они нужны для того, чтобы продолжить строительство театральной. В районе перекрёстка рядом с зоной метростроя возведут тягово-понизительную подстанцию. После того, как перекрёсток закроют, специалисты займутся переключением водовода, который проходит по улице Галактионовской. Строительство новой станции подземки активно продолжается. Сейчас в историческом центре города почти готов стартовый котлован. Подготовкой аналогичного занимаются и в районе улиц Новосадовой-Полевой. Сейчас там устанавливают необходимые ограждения внутри зоны строительства – буросекущие сваи, которые укрепят котлован. Готовность составляет 60%. После окончания строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию театральной подземка свяжет удалённые районы Самары с исторической частью города. Весь путь будет занимать 20-25 минут, а движение электропоездов обеспечат в пределах 7-8 минут. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Продолжение следует...